Сегодня мы продолжаем говорить о допустимых действиях кредиторов и коллекторов в отношении должников. На связи со студией вновь начальник отдела ведения госреестра службы судебных приставов Ростовской области Дмитрий Кошель. Дмитрий Иванович, и снова здравствуйте. Добрый день. И отстоял свои права, и что при этом дончанин делал, куда обращался? Да, конечно, я могу привести пример. Последние, буквально это было на прошлой неделе, я на прошлой неделе имею в виду не само обращение, а уже окончательное завершение данного вопроса. Поступило первоначальное обращение гражданина о нарушении прав коллекторским агентствам «Перспектива». Это одна из организаций, которая работает на территории Ростовской области. Оно заключалось в многочисленных звонках за неисполнение денежных обязательств. Ну, в свое обоснование он приложил детализацию переговоров, то есть он записывал данные разговоры со своего абонентского номера. И эти аудиозаписи, когда были нами прослушаны, мы определили, что это ввод в заблуждение, то есть те данные, которые, ну, нельзя назвать это угрозами, да, но ввели его в заблуждение, именно о дальнейших своих действиях. Говорилось об уголовно-процессуальном воздействии или об уголовном преследовании данного гражданина. Ну, данные факты нами были проверены, соответствующие документы были собраны, материал был направлен в арбитражный суд Ростовской области. Судом рассмотрелось, и организация была штрафована на 70 тысяч рублей. Ну, соответственно, понесли наказание за то деяние, которое они совершили в отношении данного гражданина, и неправомерные действия, которые были подтверждены уже не лицом, который составил протокол, а судом, как говорится, конечная инстанция в нашем рассмотрении. Как я знаю, судебные приставы контролируют работу коллекторов. Как они это делают? Ну, основным, скажем так, критерием, да, это является все-таки обращение гражданина за нарушением его прав. В ходе рассмотрения данного обращения, если имеются достаточные основания, виновные лица привлекаются к административной ответственности. Статья у нас 1457 КОА. Это рабочая статья наша по данному виду деятельности. Она специально, скажем так, была изменена именно по частям. Она 4 части. Если первая, это касаемо микрофинансовых организаций, вторая, касаемо... Я имею в виду 2-я часть 1457. Касаемо коллекторских агентств, которые состоят в реестре у нас. Третья, это учредители, должностные лица, директора коллекторских агентств. Четвертая, это уже, скажем так, самая... Ну, не тяжелая, да, не уголовный кодекс, но все-таки это коллекторские агентства, которые действуют без лицензии, грубо говоря, под черным флагом. И штрафы, соответственно, в четвертой части самые большие. Это начинается от 200 тысяч рублей и до 2 миллионов. Ну, скажем так, сумма-то довольно-таки приличная. Ну, если, например, у управления отсутствует, я имею в виду, у службы судебных приставов, достоверные сведения о нарушении федерального закона 230-го, но состав, как бы, есть, налицо, да, из тех данных, что есть, принимаются меры по административному расследованию в соответствии с 28,7 КОАП. И это может быть либо административное расследование в отношении микрофинансовых организаций, либо коллекторских агентств. Существует еще проведение внеплановых документарных проверок, либо плановых. Но это категории, то есть, скажем, те, которые соблюдаются уже не с условием самого управления. Например, плановые, они подлежат утверждениям через прокуратуру Ростовской области, согласование всех. То есть, это не просто так, что нам чем-то не нравится организация, давайте пойдемте туда их и проверим. Нет. Процедура идет, согласование довольно-таки серьезное, и она согласуется на целый год вперед. То есть, вот сейчас будет подходить время, в августе месяце, формироваться список тех организаций, которые часто нарушались. И сейчас, тем более, будут изменения, вы спросили про изменения в законодательстве, которое будет проводиться. Да, вот с 1 июля сейчас новое 248 ФЗ будет, которое будет заменять 294. Это порядок проведения контрольно-надзорных функций в отношении организации. Ну, мы как бы чуть-чуть забегаем вперед, об этом мы будем говорить, когда изменения, они-то уже как бы приняты, но вступят в законную силу только с 1 июля 2021 года. И уже, скажем так, мы говорили с вами об административном расследовании. По результатам административного расследования, должностным лицом при наличии оснований принимается решение о привлечении виновных лиц административной ответственности, либо уже прекращение производства по делу, если нарушения как-то вы не подтвердились, или документов не удалось собрать в полном объеме. Зачастую такое происходит, но хотел бы, вот раз мы говорим о лицах, которые попали в данную ситуацию, что именно в основном это по их причине. То не предоставление тех документов, которые могут предоставить только они. То есть только лишь по закону 152 защита персональных данных никто не может предоставить какие-либо сведения, только если сам заявитель изъявит свое желание и предоставит. Но я говорю на той же детализации, к примеру. Если ее нет, подтверждения звонков нету, что ему кто-либо звонил, то есть все те заявления, которые он писал, ну, грубо говоря, остались голословыми. В случае, если уже, скажем, те угрозы телефонные, например, или же письменные, о которых направлялись гражданину, уже как-то активизируются и существуют реальные угрозы жизни и здоровью граждан, то необходимо обратиться уже непосредственно в органы внутренних дел Российской Федерации. При определенных условиях, когда обращаются и к нам, и к ОВД, каждый по своему виду деятельности, да, или своей компетенции проводит соответствующие проверки. И затем уже, если у нас такая есть необходимость, обмен информацией нашей первоначально для органов ОВД, ОВД, они уже по результатам своей проверки предоставляют нам. Ну, а если там идет нарушение персональных данных, да, рассказывают, еще какие-то информации передаются, уже можно непосредственно подать заявление и в Роскомнадзор. Мы уже с вами поговорили о том, как законодательно граждане могут себя защищать от недобросовестных коллекторов. Ну, вот здесь, может быть, вы дадите какую-то подсказку, посоветуете, могут ли какие-то технические средства помочь людям оградить себя от коллекторов-нарушителей? Ну, можно, конечно же, сразу заблокировать, да, номера телефонов, которые поступают вам в звонки, да, вы, ну, как вы думаете, что вы оградитесь от этого, но на самом деле у них не два, не пять, не десять, не двадцать телефонных номеров, их сотни, тысячи. Я не шучу, это действительно такие цифры, это по тем номерам, которые они нам официально предоставляют, я имею в виду организации. Поэтому заниматься все время блокировками, это не выход из ситуации. Не нужно бояться разговоров, эти разговоры по возможности записывать, фиксировать, когда состоялись данные разговоры. Если это СМС-сообщения приходят, не стирать их с телефонов, делать скриншоты, распечатки делать. То есть, ну, раз вы попали в ситуацию, когда вы являетесь должником, и к вам применяются уже как-то усиленные меры по взысканию, да, это не судебные приставы, которые по решению сюда приходят, и каждый их шаг прописан попунктно. Там мы никуда в сторону не отойдем. Здесь меры могут приниматься, вы не знаете, какие приниматься, поэтому лучше подстраховываться максимальным сбором информации по каждому контакту. Резюмируя все вот сказанное выше, да, давайте вот остановимся на поэтапном, что делать гражданину с момента, как он стал должником. Прежде всего, если вы получаете информацию от микрофинансовой организации о том, что ваш долг, который вы не оплатили, передается коллекторскому агентству, зафиксируйте, что это за коллекторское агентство. Вы можете потом, мы говорили с вами об этом выше, в интерфаксе удостовериться, действительно ли привлечена данная организация по взысканию задолженности с вами. Если вам поступают звонки, вы фиксируете эти звонки с номерами, откуда поступают звонки, время, есть возможность записи, аудиозаписи записывайте. Если вам поступают письма о погашении задолженности, сохраняйте эти письма, оригиналы, сохраняйте конверты, откуда они приходили. Если вы не хотите взаимодействовать с данным коллекторским агентством, вы вправе, после четырех месяцев, после того, как у вас образовалась задолженность, отказаться от взаимодействия с коллекторским агентством, сообщив им письменно. Все это указано в 230 ФЗ. Форма существует какая? Через нотариуса, либо через доверенное лицо, либо с заказной почтой с обратным давлением. Лучше всего, конечно, это с заказным, с обратным давлением. По форме, которая утверждена ФССП номер 18, 18 года, номер 20, направляйте этой организации, получайте корочку об уведомлении. Любой звонок после этого в вашу сторону является нарушением. И, наконец, если все эти действия в отношении вас проводятся, весь тот пакет документов, что вы собирали до того, что у вас есть на начальном этапе получения самого кредита в какой микрофинансовой организации, весь этот пакет документов либо нам по электронному адресу, что я говорил, либо по почте, направляйте до рассмотрения. А уж поверьте, здесь введят компетентные люди, которые проверят все это и соответственный ответ в течение 30 дней в обязательном порядке. В любом случае, ответ будет либо отрицательное подтверждение, либо положительное, что да, факты подтвердили, но ответ вы от нас обязательно получите. Дмитрий Иванович, благодарю вас за содержательный и полезный разговор. Спасибо. Теперь любой человек может самостоятельно узнать через сайт Интерфакса, передали его долг коллекторам или нет. Доступен ресурс только заемщику. Программа доступна на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин